Выражение «тишь да гладь, да божья благодать» именно про эту семью коз. Это Лёха, а это Пончик. Он с аппетитом уплетает сено, тем самым оправдывает кличку. А вот Рыжик внимательно наблюдает за посетителями. Сотрудники зоопарка говорят, у каждого животного свой характер. Но это не мешает им жить под одной крышей. Маленькие козы, они довольно-таки хитрые и проворные. Они везде пролезут, но когда чувствуют, что сейчас кто-то им даст покрупнее, это, они сразу задний ход дают. Лёха довольно-таки спокойный, недрачливый. Он маленьких не обижает абсолютно. Но там вместе с ними живет Фунтик, Поня. Вот он, конечно, не любит, когда, например, на его еду покушаются. Он сразу дает знать, что ты лучше не подходи, я больше тебя. В Самарском зоопарке отметили необычный праздник – День козы. Гостям рассказали о диком предке животного, особенностях его поведения, а также о том, какие породы коз существуют. В зоопарке живут две – Карликовая Камерунская и Заанинская. Специалисты утверждают – козы очень похожи на собак. Они добродушны и умны, а еще преданы своему хозяину. Любовь этих животных почувствовали и посетители зоопарка. Мне очень понравилось. Козы хорошие, красивые. Единенькие больше понравились. У меня ребенок очень любит именно деревенских животных. Ей не нужны верблюда-бегемоты, ей нужны козы, овцы и бараны. Нам понравилась лекция, нам понравилось то, что конкурс был, то, что никого в обиде не оставили, всем раздали милые подарочки. Все желающие могли покормить и погладить животных, а также сфотографироваться. Козы – неприхотливые животные. Они едят овощи, зелень и сено. Сегодня на обед хлеб и зеленые веточки. Козы – неприхотливые животные. Они едят зелень, а еще овощи. Приятного аппетита! Они не едят. Сейчас. Зелень, овощи и сено. Хорошие. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.